Восемь часов столицы. Вы смотрите новости. С вами Динара Садул. Доброе утро. Специально созданная комиссия рассмотрит экологические проблемы Тараусской области. Такой ответ получили экоактивисты региона на свою петицию правительству. Но Тараусцы считают, что решение этого вопроса не терпит промедление. Иначе нефтяной регион ждет неизбежная экологическая катастрофа. Целый клубок экологических проблем скопился в Атырау. Воздух отравлен выбросами сероводорода. Река Жаех обмелела. Регулярно горит камыш. А дефицит зеленых насаждений осложняют пыльные бури. Буквально месяц назад город накрыло гарь. Горожан мучила головная боль, удушье и сонливость. Местные власти списали это на природные пожары. Однако позже признали, что не обошлось без участия производственных предприятий. В основном существенный вред экологии наносят стоки промышленных отходов, тухлая балка и квадрат. Вредные выбросы идут от НПЗ, КПИ, ТЭЦ. Постоянно происходят. Все это делает жизнь людей невыносимой. Многие задумываются о переезде. Мы боимся отравиться и не проснуться. Окна плотно закрываем. За последние годы статистика заболеваний органов кровообращения выросла здесь на 10%. А рождаемость пропорционально снизилась. Однако связь между экологическими проблемами и ухудшением здоровья от раутсов научно не доказана. Просто этот вопрос никто не изучал. В областном управлении здравоохранения признают рост сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза. При этом отмечают снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Касательно показателей по итогам 2022 года, по Атараловской области отмечается снижение общей смертности. Если в 2022 году смертность достигла 5,2%, по сравнению с 2021 годом снижение отмечается на 31%. Экологической ситуации в нефтяном регионе обеспокоены и парламентарии. Депутат Адиль Жубанов заявил, что экология Атырау находится в чрезвычайном положении. Ежегодно в регионе увеличивается численность онкобольных детей с врожденными патологиями с инвалидностью. Профильные министерства во главе с правительством должны незамедлительно решить вопросы о признании Атырауской области регионам экологического бедствия и внедрить систему экологических коэффициентов, льготы и других выплат. По данным Казгидромета, в этом году в регионе зарегистрировали 93 случаи загрязнения воздуха сероводородом. Две трети из них в областном центре. А в прошлом году Департамент экологии выявил 241 подобное нарушение. Сумма штрафа составила 306 миллионов тенге. Атырауцы требуют оснастить производство современными технологиями, чтобы прекратить токсичные выбросы пунктов или вернуть экологические штрафы в бюджет региона и направить их на оздоровление местного населения. В Казахстане электросамокаты теряют свою популярность. Спрос на них упал на 20%. К такому выводу пришли аналитики одного из сервисов онлайн-объявлений. Эксперты рынка во мнениях разделились. Одни считают, что спрос спал из-за нового законопроекта, представленного мажелесменами, по которому самокатчики теперь будут передвигаться по дорогам только при наличии водительских прав. Другие ссылаются на развитие сервиса аренды данного вида транспорта. Алишер Накипов разбирался в опросе. Две недели назад в Мажелесе одобрили новые правила, ограничивающие передвижение на электросамокатах. Если пакет поправок закон одобрит и Сенат, то по тротуарам пользователям двухколесного транспорта разрешат передвигаться со скоростью до 6 км в час. А выезд на проезжую часть будет возможен лишь при наличии шлема, светоотражающей одежды и водительских прав. Исследуя казахстанский рынок электросамокатов, аналитики сервиса онлайн-объявлений заметили, что предложение о продаже стало больше. При этом и стоимость товара выросла на 5%. Так, средняя цена на электросамокат составляет 140 тысяч тенге. А вот с пометкой БУ можно взять на 30 тысяч тенге дешевле. Правда, спрос на некогда популярный товар упал, отмечают авторы исследования. Эксперты не исключают. Так, рынок отреагировал на ужесточение правил передвижения. Как мне кажется, здесь основной причиной можно назвать непосредственно данный закон. Потому что люди, прочитав все это в СМИ, восприняли, что закон уже действует. В этой связи люди посчитали, что уже нецелесообразно этим видом транспорта пользоваться. И новое мнение придерживается один из основателей популярной казахстанской каршеринговой компании Мирамбек Абылкасымов. По словам специалиста, связывать эту тенденцию с предложением о железмэнов не стоит. Когда мы были маленькими в детстве, всегда был соседский ребенок, у которого был крутой велосипед, и мы вместе брали, по очереди брали и катались. На самом деле, шеринговая компания – это то же самое же сейчас. Это переход от личного использования к совместному использованию. Когда люди понимают, что я могу купить электросамокат, я не знаю, за 300-400 долларов, и пользоваться им только один, и плюс мне его нужно заряжать, мне нужно его где-то хранить, а самое главное – он может сломаться, а ремонт электросамоката очень дорогой. Или же шеринговая – ты берешь подписку и просто в день катаешься по 200-300 тенге. В целом, во всем мире идет тенденция от использования личного к использованию совместного. Сейчас на рынке электросамокатов работают четыре крупных игрока. Но сможет ли бизнес перестроиться под новые правила? Этим вопросом задаются отечественные эксперты. По моему мнению, данный закон является фактически косвенным запретом данного вида транспорта, поэтому, как следствие, бизнес пострадает значительно. В случае шеринга, я считаю, что, скорее всего, этот рынок закроется в Казахстане. Без работы останется свыше тысяч человек. Косвенно это еще несколько тысяч. Это связано с курьерами и прочими видами бизнеса вокруг кикшеринга. Поэтому, как мне кажется, очень важно, чтобы Сенат этот закон пересмотрел и сделал его более адекватным, чем он есть сейчас. Тем временем в стенах парламента рассматривают варианты запрета и ограничения вуза электросамокатов, скорость которых превышает 50 км в час. В любом случае, рынок электрического транспорта ждут изменения. Алишер Накипов, Хабар, 24. На несоблюдение закона об ответственном обращении с животными жалуются зоозащитники Тараза. По их словам, сотрудники ветслужбы продолжают отстреливать собак на улицах на глазах у взрослых и детей. Зачастую жертвами становятся домашние питомцы. Зоозащитники неоднократно жаловались в компетентные органы, но безрезультатно. Они призывают наладить работу по защите четвероногих. В свою очередь, работники ветслужбы заверяют, что работают в рамках закона. Анастасия Сулейманова расскажет подробнее. Стоим сейчас на улице Токбергенова. Вот только что отстрелили домашних собак. Да, погибло. Вот он, дротик. Вот игла. Эта собака была домашняя. Вот лежит ее цепь. Это видео снято в марте этого года. Зоозащитники утверждают, что такие случаи незаконного отстрела собак в Таразе исчисляются уже десятками. Собак продолжают убивать на месте и собирают их полным кузовом. И это видят горожане. И самое страшное, что это видят дети. С начала года в Таразе отловили примерно 6 тысяч собак. Из них больше сотни доставили в пункт временного содержания. Остальных умертвили якобы как агрессивных. То собак где-то, по-моему, привезли сюда. Остальные, вот в законе написано 2-3 и более собак, которые считаются по закону агрессивными. Это стаянно. Отловили, умиртвили. Общественники утверждают, что закон на деле не соблюдается и собак продолжают убивать. Что вы на это скажете? Я ничего не могу сказать. Это их мнение. Своё мнение об условиях для временной передержки хвостатых может составить каждый. Не хватает вольеров и будок. Да и рассчитана территория всего на 60 животных. Между тем, в этом году на отлов и содержание четвероногих в регионе выделили лишь 35 миллионов тенге. Правила отлова гласят, что животное должно быть зарегистрировано, вакцинировано, поставлен чип. И при возможности выпустить в естественную среду, либо заниматься распространением через социальные сети. Вы сейчас можете открыть социальные сети, страницу управления ветеринарией. Нету этой работы. Есть что угодно. Вплоть до рекламы банковских программ по сельскому хозяйству. Закон буксует и конкретно в нашем регионе он не работает. В законе об ответственном обращении с животными есть много пробелов, считает депутат Мажелиса Нартай Аралбай. Мажелисмен отметил слабую работу ветеринарных служб регионов по вакцинации и профилактике бешенства животных. О необходимости внесения изменений в закон об ответственном обращении с животными мы говорили на заседании. Будем носить корректировки. Наша задача предотвратить нападение бродячих животных на людей и незаконный отстрел собак. Нужно ответственно подходить к закону. Необходимо строить приюты и обеспечить вакцинацию собак. И городские власти Тараза планируют в ближайшее время построить центр временного содержания бродячих животных. Уже провели конкурс по строительству. Питомник будет расположен на конце улицы Аскарова. 19 миллионов выделено. Уже по результатам конкурса мероприятия у нас уже подрядчик определен. На следующей неделе уже строительство начнется. По информации городской ветслужбы в областном центре отловили и чипировали чуть больше 200 собак. Для гуманного отлова закупили 11 клеток ловушек. Анастасия Сулейманова, Тимур Силханов, Сланхатила, Тарас, Хабар, 24. Теперь о том, что происходит в мире. Саудовская Аравия на месяц дополнительно сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки с июля. Решение приняли страну ОПЕК-плюс во время очной встречи в Вене. Как итог, общее добровольное сокращение добычи нефти страной составит полтора миллиона баррелей в сутки. На такой шаг участники сделки пошли, чтобы усилить меры предосторожности, которые предпринимают страны ОПЕК-плюс с целью поддержать стабильность и баланс на нефтяных рынках. Срок дополнительного сокращения нефти, пока звучанный как месяц, может быть продлен. После реконструкции в Каире торжественно открыли мечеть султана Эбейбарса. На воссоздание облика исторического объекта ушли десятилетия. В церемонии открытия участвовали председатели Сената парламента Казахстана, верховный имам Аль-Асхара, представители религиозных объединений и политические деятели двух стран. В этом году празднуется юбилей великого полководца Ближнего Востока. По версии историков, султан Эбейбарс родился на территории современного Казахстана и имел тюркское происхождение. Подробности у Динары Абдировой. Стены мечети султана Эбейбар сохранят многовековую историю. Вторую по величине мечеть Каире великий полководец построил в 13 веке. В период Османской империи она служила военным складом, а позднее стала мыловарней и пекарней. Во время французской оккупации она была военным фортом. И только в 20 веке мечеть вернула себе прежнее название, но к этому времени уже практически утратила свой первозданный вид. Уникальные зигзагообразные узоры, таблички и восьмигранник с цветком внутри. Это главные символы мечети султана Эбейбарса, которые сохранились до наших дней. Окончание реставрации исторического объекта Казахстан и Египет ждали с нетерпением. И вот мечеть после масштабного ремонта приняла первых посетителей. Бейбарса, вне зависимости от написания, считается главным символом исторических связей Египта и Казахстана. Говорят историки. Он вошел в мировую историю как великий полководец и мудрый правитель. Поэтому его юбилей – это значимое событие как для жителей Египта, так и для казахского народа. Президент Казахстана передает теплые слова приветствия всем участникам мероприятий, посвященных 800-летию султана Бейбарса. Касымжумарт Тукаев уделяет особое значение их организации на высоком уровне. Так организовано более 600 мероприятий, часть из них проводится в Египте. Мечеть султан Ас-Захир Бейбарс, которая сегодня вновь открывается после реставрации, по праву признана одним из уникальных объектов мирового культурного наследия. Это мероприятие – событие международного масштаба. Казахстан и Египет объединяют не только исторические связи. Между странами активно развивается культурное и межпарламентское сотрудничество. Маулен Ашимбаев на двусторонних встречах отметил, что нужно укреплять дальнейшее сотрудничество. Председатель Сената по поручению президента вручил орден до стык первой степени верховному имаму университета Аль-Асхар за значительный вклад в укрепление взаимоотношений двух стран. Председателя Сената парламента Египта наградили орденом до стык второй степени. Динара Абдирова, Артур Горшняков, Хабар-24, Египет, Каир. Изменение климата, нехватка продовольствия и энергетическая безопасность. Эти и другие темы обсудят участники на новой диалоговой площадке Международного форума «Астана». В программе выступления спикеров, панельные сессии, дискуссии и бизнес-форум с предпринимателями из США, Европы и Азии. Репортаж Жанат Эрнст. Делегат Международного форума «Астана» от Бельгии Йозеф Ван Вайнберге, экс-директор крупнейшей банковской группы Королевства. Проработав в финансовой и банковской сфере многие годы жизни, нынешний предприниматель считает взаимовыгодное сотрудничество с новой современной международной системы. Я впервые буду в Казахстане. Я много читал о вашей стране. Это очень важная страна. По площади в 90 раз больше Бельгии. Как финансисту и банкиру мне на форуме будут интересны коллеги, работающие в трейдинге и финансах. Мое самое большое ожидание от участия – встретить новых людей, наладить связи, попытаться понять, могу ли я что-то предложить, сделать для вашей страны. Поскольку я очень впечатлен той работой, которая была уже проведена вашим президентом для улучшения экономики страны. Я уверен, что Казахстан, как страна с богатыми ресурсами, займет в ближайшие годы место среди самых благосостоятельных стран мира. Йозеф Ван Вайнберге работает сейчас и над проектами по сокращению вредных выбросов в атмосферу. И хоть и добирается от дома до работы на маленьком вертолете, предприниматель очень обеспокоен проблемой пробок на автодорогах и растущим содержанием углеродных выбросов в окружающей среде. Однако считают, что излишняя зарегулированность в этой сфере вредит развитию бизнеса. На форуме будет затронута тема углеродных кредитов. Казахстан очень важен с этой точки зрения. И может родиться очень интересный проект, который мы могли бы разработать вместе. Здесь у нас в Бенилюксе из-за чрезмерных регуляций многие фермеры и животноводы уходят из аграрного бизнеса. И бельгийские фермеры могли бы помочь развивать сельское хозяйство в вашей стране. Это очень важный проект, ведь страна, умеющая себя прокормить, будет всегда богата. В Астане делегат от Бельгии надеется найти новых друзей и партнеров по бизнесу во взаимовыгодных сферах сотрудничества. Жанна Терна, Жемарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия, Брюссель. Сотни людей собрались в Стокгольме, выступая против присоединения страны к Североатлантическому альянсу. В демонстрации участвуют представители местных курдских организаций и экоактивисты. Люди, в том числе, выступают против нового антитеррористического закона, вступившего в силу с июня. Он предполагает уголовную ответственность за участие в террористических организациях, что является ключевым требованием Турции для одобрения заявки Стокгольма на членство в НАТО. Отмечу переговоры о присоединении страны к НАТО, полностью приостановленной с января, когда в Швеции прошла акция с публичным сожжением Курана. Протесты проходят на фоне визита генерального секретаря Агенса Столтенберга в Стамбул. Там он встретился с президентом Турции Риджепом Тейпом Эрдоганом, чтобы обсудить процесс присоединения Швеции к НАТО. По словам Столтенберга, Стокгольм выполнил все условия Анкары, а также отметил, что новый член сделает военный блок сильнее. Стороны также договорились провести заседание постоянного совместного механизма со Швецией. У Турции есть законы и опасения по поводу безопасности. Ни один другой союзник не сталкивался с таким количеством террористических атак. Швеция предприняла значительные и конкретные шаги в этом направлении. Всего несколько дней назад вступила в силу новое важное антитеррористическое законодательство. 12 человек погибли в результате обрушения золотодобывающей шахты на востоке Венесуэлы. Сообщается, что на момент трагедии она была заброшена и официально не использовалась. Обрушение горных пород произошло после продолжительных ливней. В результате шахтеры оказались заблокированы в одном из проходов шахты. Предполагается, что горняки погибли из-за нехватки кислорода. Спасатели извлекли все тела погибших. Проводится опознание. Обвалы шахт в Венесуэле происходят часто. Во многих местах добыча проводится кустарным способом с нарушением техники безопасности. Аномальные погодные условия все чаще становятся нормой, чем исключением. В одних странах изнуряющая жара, в других – бури и наводнения. Без потерь и разрушений не обошлось. Какие регионы пострадали от стихийных бедствий больше всего, расскажет Сандухаш Байгуаныш. Экстремальная жара настигла Вьетнам на столбиках термометров 44 градуса выше нуля. Власти страны, пытаясь сэкономить электроэнергию, планово отключают электричество. Страдают владельцы ресторанчиков Ханое, которые уже столкнулись с нехваткой клиентов. Владельцы точек общепита вынуждены арендовать электрогенераторы, чтобы поддерживать работу своего бизнеса. Почти на 70% выросли продажи кондиционеров во вьетнамской столице. Рынок сразу отреагировал на спрос. Жаркое лето в этой стране – явление частое. Но, по данным синоптиков, в этом году температуры критически высокие. Жаркое лето в Ташкенте повлияло на работу метрополитена. Скорость столичного метро планируют снизить из-за повышенной температуры воздуха. По правилам безопасности скорость движения поездов начинает снижать, когда температура на рельсах достигает плюс 55 градусов. На сегодня из-за жаркой погоды рельсы на некоторых участках могут прогреваться до плюс 77 градусов. При этом по некоторым местным источникам число пассажиров ташкентского метро выросло на 40%. А в Ираке другая напасть. Столицу Багдад накрыла песчаная буря. Жителям пришлось надеть маски и другие средства защиты. Власти рекомендовали людям не покидать свои дома и помещения. В этом году это была первая песчаная буря в Багдаде. Подобные штормы – обычное явление в столице. Но эксперты и официальные лица бьют тревогу по поводу чистоты их возникновения в последние годы. Ситуация ухудшается рекордно низким количеством осадков, опустыниванием и изменением климата. А это разрушенные паводками дороги в японской центральной префектуре Айти. Сильные ливни здесь размыли центральные улицы. Дожди не прекращались все выходные. Движение поездов было приостановлено. Почти 7 тысяч домохозяйств в восточных и западных регионах остались без электричества. В пострадавших районах ведутся восстановительные работы. Напомню, накануне на страну обрушился тайфун Мавар. На западе префектуры Вакаяма несколько рек вышли из берегов. Один человек погиб, и двое пропали без вести. В семи префектурах объявили четвёртый из пяти уровней опасности. Эвакуировали свыше 300 тысяч человек. Сандугаш Байгуаныш, Хабар 24. Это Хабар 24, прямой эфир. Сельский тренер по гиревому спорту из Кустанайской области и его воспитанники пытаются покорить интернет. Они ведут каналы в YouTube, там размещают собственные видео на самые разные темы. Однажды творчество им помогло. С помощью ролика, в котором тренер записал рэп-обращение к казахстанцам, спортсмены собрали деньги для поездки на чемпионат Азии в Бишкек. Подробнее расскажут мои коллеги. 34-летний Нурлан Тайжанов преподает физкультуру в школе села Барвиновка. Гиревым спортом он занимается половину своей жизни. Как только устроился учителем, сразу открыл секцию. Сначала было нелегко. Приходилось покупать где-то по металлоприемным пунктам, покупать гири, собирать. Кто-то так давал, кто-то продавал за копейки. Пришлось некоторые гири покупать дорого, потому что необходимо было. Ну и так вот мы из трех-пяти учащихся, кто занимался у меня, соответственно сейчас уже занимается около 30 учащихся. И гири у нас сейчас около 100. Нурлан уже воспитал пятерых призеров и трех чемпионов Казахстана. А на областных соревнованиях пьестал для барвиновских гиревиков и вовсе стал родным. Я занималась хореографией. После окончания хореографии я решила для себя попробовать что-то новое. И решила позаниматься гиревым спортом. И уже как год я занимаюсь, мне все нравится. Он просто замечательный тренер. Он всегда поддерживает, помогает, настраивает нас перед соревнованием. Благодаря ему у нас такие достижения высокие. В этом году воспитанники Тайжанова завоевали путевки на чемпионат Азии. Но 750 тысяч тенге на поездку не оказалось. Областное управление спорта и местный Акимат финансировать не смогли. Полномочия не те. Выход из положения нашли неожиданно. Один из моих учеников предложил сделать видео, дабы собрать небольшую сумму. Потому что я уже знал, что мы поедем обязательно, деньги мы соберем. Потому что детей нельзя было оставлять на полпути. Они выиграли районные соревнования, областные, республиканские. Видеообращение записали на собственной студии, оборудованной своими руками в этой же школе. Два-три часа, сценарий уже готов. Собираемся вечером и записываем на видео. Ира Климова у нас является видеооператор. Я монтирую видео, ребята подсказывают, помогают. И вот таким образом у нас сообща, объединенно, вместе, дружно получается интересный, на мой взгляд, видео. Совмещать тренировки и соревнования с творчеством барвиновские гирвики намерены и дальше. Тем более, что идей у них еще много. Артем Грапов, Сергей Тартенберг, Уснайская область, Хабар-24. В прямом эфире вы смотрите новости. Казахстанский жокей Бауржан Амурзабаев завоевал сразу два трофея на престижном турнире Катер Прикс. Соревнование проходило в Шантии, куда не так давно перебрался многократный чемпион Чехии и Германии. Бауржана Амурзабаев в местные спортивные календарь и уже через несколько недель будет оспаривать Парижский гран-при. Франция считается самой лучшей в Европе. Мой карьер начинался в Чехии, потом в Германии. И вот сейчас переехал во Францию, начинаю во Франции, посмотрим, как дальше. Я где работал, там был чемпионом, так что желательно быть в течение 2-3 года чемпионом, там было бы очень хорошо. И это была последняя информация выпуска. Я желаю вам хорошего дня и легкой рабочей недели. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok